Хочу представить, значит, вы видите, Максим Владимирович Бархов из ИНОСАН, ведущий научный сотрудник. Вот он расскажет про тему астрофизики сверхвысоких энергий, соответственно, вы пятый курс, на шестом курсе, в осеннем семестре будет спецкурс по выбору. Уже целый спецкурс, то есть кому очень понравится, приходите. Это зачет или экзамен? Зачет. Зачет. Хороший зачет. Так, сложный, сложный, но... Добрый день. Давайте сегодня поговорим про астрофизику сверхвысоких энергий. Как говорится, эту картинку, я думаю, вы уже видели много раз. То есть что мы здесь видим? Это наша галактика, плоскость галактики, соответственно, мы видим радио, мы видим молекулярный, то есть инфракрасный, более близкий инфракрасный, оптику, рентген. И многие люди вам скажут, что рентген – это уже астрофизика высоких энергий. И картинку в виде гамма-излучения. Максим Пширков вам уже должен был рассказывать про гамма-астрономию, но здесь я вам приведу характерные цифры диапазонов, про которые мы будем разговаривать. То есть если раньше у нас рентген – это от 100 электронов вольт до 100 кФ, то есть в наших областях мы работаем не с длинными волн, мы работаем с энергиями. То есть сразу переключаемся, и все наши разговоры будут именно про энергию фотонов. То есть рентген в астрофизике высоких энергий является самым мягким. То есть он связан с тем, что это у нас происходит излучение в атомарных линиях и многие там нетепловые процессы. Хорошо. Дальше. Гамма. Классическая гамма является диапазоном фактически от 100 кФ, то есть от конец рентгена, до 100 мФ. Он связан с тем, что там происходит излучение ядерных линий. То есть излучение ядерных элементов. Естественно, тоже не тепловые процессы. И далее, high energy, very high energy, ultra high energy. То есть у нас происходит стандартный астрономический зоопарк. Когда мы добавляем одну или меняем одну букву и скачем на три порядка по энергиям. Вот про эти три диапазона я фактически сегодня и буду говорить в основном. То есть астрофизика высоких энергий – это летят фотоны с реально большими энергиями. То есть вот, например, на границе вот этого диапазона, между двумя этими диапазонами, энергия падения вот этой указки сравнима с энергией фотона. То есть это уже макроскопические значения. То есть летят фактически такие кирпичи, которые вам могут, в голову попадут, вам не понравятся. Но слава богу, они до нас не долетают. Ну вот еще раз то, что один... Так, где моя указка? Точно? Хорошо. Ну вот, то есть 1 ТЭФ – это 1,6 Эрга. То есть это вот буквально уже макроскопические значения. Хорошо, поехали дальше. Соответственно, опять, что мы здесь видим? У нас есть, как развивалась астрофизика высоких энергий по годам. То есть с 89 по 2000 год фактически у нас был там спиток объектов. А в астрофизике сверхвысоких энергий у нас количество объектов в районе 90-х, 2000-х годов было вообще счетным. То есть можно было... Там народ говорил про полтора объекта. Был Краб и другой Маркарян. Он то его видит, то его не видит. Оказалось, он переменный. Ну вот. В чем смысл? То, что вы хорошо знаете рентгеновскую астрономию, как говорится, 31-й комната, релятивистская астрономия, отцы-основатели, Диск В.А. Крец, Шакур Сюняев, прочее, прочее. Это 70-е годы. Они работали, начинали работать вот в этот момент, когда астрономия была молодой, рентгеновская. И они закладывали фундамент. Вот астрофизика сверхвысоких энергий, она в 2000-х годах вот была тоже молодой. Сейчас вот здесь вот появляются ультра-хай-энерджи. То есть это певатроны, то есть энергия 10-15 электрон-вольт. То есть это рентген современности. То, что мы говорим, это наука, которая еще только закладывается, которая еще растет. Практически каждый объект – это отдельный класс. Это не 100 тысяч объектов одинаковых, как близнецы. А мы уже говорим, что каждый объект уникален, он индивидуален. Но так как эта наука развивается, у нас количество этих объектов растет достаточно быстро. То есть нашли новый объект, мы уже удвоили базу. Ну вот. Но, например, хаэнджи уже наука-наука – это сотни тысяч. Ой, вру. Здесь около пяти тысяч объектов на карте. То есть это карта, снятая спутником ферме. Я покажу на следующем слайде, что это такое. И он в течение восьми лет, сейчас он до сих пор летает в сканирующей моде, то есть он делает скан неба постоянно. И мы видим большое количество источников на небе. И эти источники переменные. И если посмотреть снизу, вы видите номенклатуру источников, которые светят в этом диапазоне. То есть мы видим разные источники, которые могут излучать. То есть у нас есть регионные звездообразования, у нас есть пульсары, двойные звезды, у нас есть активные ядра галактик, у нас есть гамма-сплески, у нас есть галактики с звездообразованием, у нас светит практически всё. У нас молекулярные облака эти светят в гамма-диапазоне. Давайте немножко разберёмся об инструментарии, которые используются в астрофизике сверхвысоких энергий. У нас для низких энергий, это опять напоминаю, high energy, диапазон от 100 МФ до 100 ГФ, используются спутники в основном. Потому что шалы, широкий атмосферный ливень, мы об этом будем ещё говорить отдельно, они достаточно слабенькие, не развиваются и ловят отдельные фотончики на это, прямо в космосе, непосредственно, светают. Размер спутника, он сравним вот с этим столом. То есть он квадратный метр, эффективная площадь, и здесь вы видите карту галактики. И, например, видите, здесь объект, да? Вот это активное ядро галактики. В момент вспышки она была самым ярким объектом на небе. Но есть нюанс. Это активное ядро находится назад единица, точнее сказать 0,9, и светимостью в момент вспышки было 10,55 R в секунду. Вру, 10,50 R в секунду. 55 это у нас гамма-всплески идут. Ну вот. Далее. Астрофизика сверхвысоких энергий. Сейчас у нас уже практически мы имеем много обсерваторий разных. Три классических обсерваторий, которые работают уже более, сейчас скажем, с 2004-2005 года, соответственно, практически по 20 лет. И более новые обсерватории. То есть, и обратите внимание, что у нас они раскиданы практически по всему шарику. То есть, у нас есть в Азии несколько инструментов, на Канарах, в Америке, в Южной Африке. Ну вот. То есть, инструментов становится реально уже много. Вот. Раньше было три. Это атмосферные, скажем так, телескопы, которые строят изображения широких атмосферных линий. То есть, у нас частица влетает, точнее сказать, не частица, фотон, влетает в атмосферу, начинает взаимодействовать с атомом и начинает рождать каскад. Он рождают электроны, позитроны, фотоны, и они множатся. Их реально много. И идет таким конусом с углом раскрытия примерно один градус, рождение фотонов начальных идет на высоте порядка 10 километров. И на Земле появляется кружок с размером порядка футбольного поля 100 метров. Засвеченный. И вот большие оптические телескопы ловят как раз вот эти индивидуальные вспышки. то есть здесь вы видите телескопы, которые, собственно говоря, строят изображение. Маленькие телескопчики вот здесь и вот здесь они имеют диаметр зеркала 12 метров. А большой телескопчик, который вот здесь он имеет диаметр 30 метров. То есть когда вам будут говорить, какие самые большие оптические телескопы, вы всегда можете кивнуть на сторону Чаенковских телескопов. То есть 30 метровые телескопы уже есть, они работают давно. То есть если присмотреться, то здесь можно увидеть человека. Вот тут маленькая точечка. Это человек. Ну вот, то есть реально большие лопухи. То есть этот расположен в Намибии на высоте 2000 метров, это на Канарах Magic и этот веритас в Америке в Северной. Ну вот. У нас тоже строятся такие комплексы. То есть в Тункинской долине разрабатывается и строится система из пяти телескопов плюс достаточно большое количество маленьких телескопов плюс детекторы на основе НИАФа МГУ. Так что есть с кем поработать. С наших результаты пока еще не очень большие, не очень хорошие. По крайней мере Краб они видят. То есть уже работа идет. Будущие телескопы. Будущие телескопы здесь показаны планируемые к разработке три телескопа. это южный водяной телескоп, который планируется где-то в этом районе. Причем размер точки соответствует неопределенности района. То есть сейчас дизайн разрабатывается. И два телескопа это сетей Черенков телескопа Рэй. Две точки. Одна в Чили, другая на Канарах. Опять в горах. они будут строиться большие комплексы. Это комплексы по 100 телескопов вместе работающих. То есть там будет система из многих оптических телескопов. Будут много маленьких. Маленькие это по 6 метров типа БТА. Ну вот. Дальше будут среднеразмерные по 12 метров телескопчики. И большие в районе 20 метров. Ну вот. Соответственно на севере не будет маленьких, но как говорится основная основная как бы эре где будет работать эти телескопы это именно южные полушария. Потому что там галактический центр. Там больше объектов. Мы об этом будем говорить чуть позже. Дальше. Детекторы, которые нацелены на астрофизику ультравысоких энергий, то есть это вот в район ПЭВов туда. Это уже другой дизайн. У телескопов используются установки на основе водяных черенковских телескопов. То есть вот этот каскад, который идет до земли, бьет, много-много частиц прилетает к нам, они долетают, они вот этот каскад развивается, самый широкий, самый большой пульс появляется на высоте порядка 5 километров. И эти установки как раз расположены на высоте 4,5-5 километров. То есть это Хоук, он расположен в Мексике, это Лхаса обсерватория, она расположена в Китае. И вот эти две обсерватории сейчас продвигают как раз астрофизика сверхвысоких энергий. Причем как вы знаете, то что нормальные европейские люди, например, на 3 тысячах метров не размножаются. А в Китае на 5 тысячах метров школы работают. То есть там поселки, города, ну вот, так что реальные экстремальные условия. Ну вот. Сами детекторы Лхаса это комплексные сооружения. это гигантская конструкция, то есть диаметр вот этого круга это 1,3 километра. Он состоит из массива маленьких детекторов размером примерно 6 квадратных метров. Это синсультационные детекторы, то есть такие пластины, в которых фотоумножитель меряет прилет частиц. и комбинируя сигнал от многих вот таких детекторов, мы можем восстановить откуда и с какой энергии прилетел фотон из космоса. Ну вот. И эти детекторы реально дают большую науку. Реально интересные вещи. Я вам покажу, что они делают. То есть здесь показана карта чувствительности для разных существующих и проектных скажем так экспериментов. Например, вот эти линии связаны с детектором со спутником Интеграл. Слышали про такой? Хорошо. Ну вот. Эгрет старый гамма-телескоп. В ферме перекрыл его возможности на пару порядков. Извините, немножко приболел. Ну вот. Далее. Здесь набор кривых связанных с Мэджиком, Хесом и прочими. Соответственно, Хоук немножко сдвинул свою чувствительность вправо, то есть более высокие энергии. Ну вот. Эффективное площадь у Хоука это 300 на 300 метров. То есть достаточно большая. То есть это сравнимо с кампусом МГУ, где мы находимся. Чуть меньше. Ну вот. А ЛХАСа это фактически весь наш кампус МГУшный. Вся его площадь покрыта детекторами мелким бисером, что называется. То есть это реально большие инструменты. и они уже отодвигают в ПЭВную область. Ну вот. Далее. В Мэджик, ой, СИТЕЙ, он как раз опустит чувствительность по сравнению с Мэджиком ХЕСом в 10 раз. То есть это опять будет увеличение количества объектов в разы. Но опять-таки оптические телескопы в чем у них проблема и преимущества. Если водные Черенковские они работают 24 на 7 они работают круглые сутки. У них поле зрения примерно 2 стередиана. То есть вот большая область неба над головой они видят постоянно они ее сканируют. И все что оттуда прилетает они это детектируют. Ночь день без разницы. А оптические телескопы они как оптические телескопы им нужна ночь. Причем желательно без Луны. Ну вот соответственно проблемы с временем наблюдений. С другой стороны оптические Черенковские телескопы имеют угловое разрешение порядка 1 минуты дуги. Это как у нас глаз разрешает. Понимаем да? То есть у них хорошее разрешение. То есть мы видим хорошую структуру. Ну вот и оба этих телескопа будут друг дружку дополнять. То есть тот же самый ЛХАСА делает науку с точки зрения поиска объектов, а СТА уже больше науку для исследования структуры пространственной например. Вот более поздняя картинка более современная соответственно СТА ЛХАСА у них диапазоны несколько перекрываются но как раз в более мягком диапазоне СТА будет давать больше информации. Дальше смежные науки с астрофизикой сверхвысоких энергий это нейтринная астрономия это нестандартные солнечные нейтринные с энергиями несколько МФ мы тут говорим про нейтрино сверхвысоких энергий астрофизические нейтрино сверхвысоких энергий это у нас нейтрино с десятки ТЭФ и выше до ПЭФ включительно соответственно для этого используются несколько установок одна из них это Ice Cube которые расположены на южном полюсе в Антарктиде заглублена примерно на 2,5 километра система фотоумножителей это например вот на этом кадре это шахта в которую опускается гирлянда фотоумножителей фотоумножители вот такого размера то есть большие умножители и их опускают на пару километров и там формируются гирлянды по километру длиной соответственно вот здесь размер этого детектора и часто еще дорисовывают Эйфелеву башню которая была бы вот такого размера примерно то есть это реально гигантские объемы на Байкале сейчас строится аналогичный инструмент Байкальской нейтринной обсерватории по своим характеристикам она очень близка к айскьюбовской так что как бы результаты начинают появляться и очень интересно будет смотреть что у нас получается что нет зимой настроится то есть это гирлянды опускаются под воду это не только зимой ну вот соответственно есть еще гроволны как бы про гроволны я сильно говорить не буду будет доклад Константина Александровича он вам более подробно об этом деле расскажет но опять-таки как бы это достаточно смежные вещи соответственно поехали по источникам что мы видим что уже наблюдается галактические источники здесь показан скан галактической плоскости телескопом Хес что мы здесь видим мы видим много источников которые лежат в плоскости галактики причем некоторые источники мы разрешаем то есть это не просто точка мы видим структуру ну вот и этих источников сотни с увеличением разрешения количество этих источников растет галактический центр является отдельной песней в этой истории это очень интересный объект с уникальными свойствами во-первых он реально светится в темном диапазоне во-вторых как вы видите он протяженный источник и у него есть такие крылышки как вы думаете с чем связана вот эта протяженная структура диск молекулярный газ это светится молекулярные облака то есть собственно говоря сам источник нетепловых частиц находится здесь в центре и он запускает нетепловые частицы которые дефунгируют наружу соударяются с протонами в плотных молекулярных облаках рождают фотоны и вот эти фотоны мы видим и самое интересное что от начальной энергии частицы примерно 10% вылетает в фотоне то есть если мы здесь видим фотоны с энергией в районе 30 тэф то в источнике эти же то рождались они частицами с энергией порядка 100 и ближе к пэву то есть у нас в как эти молекулярные облака они нагреваются почему они остаются холодными для сердца где много ярких источников уже фактически вы получили ответ там светимости небольшие в районе 1035 1034 секунду вот время охлаждения обусловлено скорее космическими лучами нагрев не центральным энергичным источникам просто баней из нетепловых частиц ну вот а температура там как раз вот эти 10 кельвин остается как и была ну вот здесь как раз другой вопрос то что наши астрофизики сверхвысоких энергий частицы они не сильно в основном влияют на внешнюю среду внешняя среда является как бы фоном на котором эти частицы могут проявиться и высветиться ну вот дальше здесь показаны четыре сверхновых молодых сверхновых которые светят в тэмах сверхновые могут светить в разных диапазонах в разными средствами например вот здесь вот мы видим взаимодействие ускоренных протонов с молекулярным облаком о которой бьется сверхновое а здесь это лептонный механизм когда у нас идет ускорение электронов до тэвных энергий и излучение за счет обратного комптона то есть это вот прям лакмусовая бумажка где у нас происходит ускорение частиц ну вот дальше пульсары пульсары являются одними из главных источников излучения сверхвысоких энергий здесь вот как раз показаны три фазы эволюции пульсарных туманностей то есть в начальный момент у нас пульсар летит в остатки сверхновых здесь у нас бежит ударная волна наружу здесь у нас ударная волна бежит обратно и еще в остатках звезды пульсар надувает реально круглую туманность очень похожую на сферу дальше после взаимодействия с обратной ударной волной образуется достаточно сложная туманность и которая хорошо видна ну вот например такие туманности наблюдаются в певном диапазоне а дальше туманность уже вылетает наружу и у нас образуется на английском это боушок туманность быстролетящих пульсаров я покажу более подробно эти туманности как они выглядят и уже от них летят нетепловые частицы в разные стороны образуя гала и вот этих гала сейчас наблюдают очень много это один из основных источников излучения ультравысоких энергий то есть ЛХАСа видит десятки таких источников далее что мы видим здесь у нас есть изображение быстролетящего пульсара в рентгене и в темном диапазоне причем если посмотреть на спектр темном диапазоне видим то что есть фиолетовая окантовочка маленькая компактная есть чуть больше зеленая окантовка и красная окантовка цвет красный низкие энергии фиолетовые более высокие энергии то есть мы видим как эти частицы от пульсара разлетаются и остывают то есть мы видим непосредственно процесс остывания частиц далее есть просто зоопарк быстролетящих пульсаров это как говорится прекрасный пример когда мы видим здесь остаток сверхновый мы видим вылетающий пульсар отсюда скорость этого пульсара порядка тысяч километров в секунду то есть он вылетел из остатка с такой скоростью что он вылетит из галактики и покинет ее и вылетит из местной группы тоже а дальше обратите внимание что мы здесь видим это рентгенский снимок у него образуется такое джетообразное волокно расстояние длина вот этого волокна порядка 10 парсек при этом пульсар двигается вот в этом направлении со скоростью тысяч километров в секунду то есть это не джет это не струя которая бьет в бок это вот как раз выбегающие частицы вдоль магнитного поля которые светят в рентгене другая прекрасная туманность пульсар так светить здесь вот у него туманность у него два рога которые два филамента которые бьют вперед и хорошая экспозиция позволяет увидеть то что этот рентгеновский снимок он еще окружен большим количеством излучения вокруг то есть мы здесь видим структуру магнитного поля галактики то есть быстро летящие пульсары являются не только интересными объектами сами по себе они являются пробниками для изучения магнитного поля галактики и сам это морфологии среды газа теплые компоненты дальше смотрим на галактический центр опять и что мы видим мы видим филаменты это радиоснимок но опять излучение вот этих филаментов это радио поляризация показывает что магнитное поле направлено вдоль этих филаментов я с Максимом Лютиком там пять лет назад говорили что там должны быть пульсары которые подсвечивают вот эти филаменты две недели назад появились статьи которые говорят что вот в этой точке на этом филаменте обнаружили пульсар то есть опять мы возвращаемся к нетепловым частицам опять как говорится есть над чем подумать есть над чем поработать другой класс источников это двойные звезды массивные звезды с каким-то компактным объектом у нас сейчас известно 13 таких систем в двух из них черные дыры в частности SS433 это ненормальный микроквазар он как бы как всегда как говорят в классике прототип класса не является членом этого класса но как говорится этот источник светит в ТВном диапазоне далее у нас есть столкновение ветров нормальные звезды это карина то есть звезда вольф райе плюс обычная звезда сталкивается на ударных волнах ускоряются частицы это видно и в радио это видно в гэвном диапазоне далее у нас есть ряд источников это ОБ звезда ну то либо О либо Б звезда с компактным объектом природа которого неизвестна буквально нету данных то есть это до сих пор сейчас обсуждается активная зона для работы есть два источника это ПИСАР 2039 и ПИСАР Б1259 где природа компактного объекта установлена это пульсары их видят это широкие системы одна с периодом 3-4 года другая система с периодом 50 лет и вот во время парохода перед центром была видна вспышка в ТЭВном диапазоне например здесь показаны кривые блеска и спектры в широком диапазоне для систем то есть здесь диапазон ТЭВов здесь диапазон ГЭВов здесь диапазон рентгена и здесь диапазон как раз мягкого ГАМА к сожалению спутников которые работают в мягком ГАМА до сих пор было пара штук и чувствительность у них была очень плохая и если они что-то видят они видят очень яркое и вот эти спутники как раз видят самый например яркий сигнал то есть основная энергия этой системы вообще прет в МЭВах как это работает это отдельная песня и обратите внимание здесь показана это двойная система которая видна в верхнем соединении и в нижнем соединении и спектры в верхнем и в нижнем соединении совершенно разные когда у нас верхнее соединение рентгена прет вверх ТВ идут вверх а ГВ вниз и наоборот то есть мы понимаем что системы сложные их надо получать полную трехмерную картинку изображения смотреть как ускоряются частицы чтобы воспроизвести такое поведение другая прекрасная система это небезызвестная писарь B1259 что мы здесь видим рентгенский снимок три эпохи и мы видим то что летит филамент в рентгене и если посмотреть его положение от времени мы видим что этот филамент ускоряется но есть опять как говорится тонкость этот филамент в данный момент находится на расстоянии 10-17 сантиметров то есть чуть меньше чем 1 десятая парсека а скорость его движения порядка 10% от скорости света и он на таком расстоянии ускоряется так что у нас задачки реально интересны как говорится есть над чем подумать как говорится далее идем чуть дальше смотрим на галактический центр но в большем объеме мы смотрим на небо в районе 2008 года были обнаружены пузыри ферми это структуры с углом возвышения над плоскостью галактической 55 градусов то есть это такие как бы образования с размером около 8 килопарсек высоту которые светят в гэвном диапазоне их также видят немножко в ТЭВах тот же самый Элхаз ну вот если посмотреть на рентгеновское небо то это вот как раз ферми карта то есть мы видим раз пузырь второй пузырь поверх вот этих вот пузырей есть крупномасштабное магнитное поле далее микровейв то есть это у нас микроволновое излучение он же реликт как говорится там показывает образование также пузырей сверху снизу которые коррелируют с пузырями сейчас их называют эрозитом но хотя как говорится эти пузыри видел еще раз в конце двухтысячных в начале двухтысячных там в конце девяносто ну вот и есть момент вот эти две структуры они разные это не одно и то же вот это вот структура добивает до 82 градусов то есть она практически вот вертикально а вторая на 55 градусов то есть физически вот эта вот структура и вот здесь вот структуры они в два раза больше как минимум чем в ферме пузыри то есть это две разных структуры и они их невозможно создать одним шотом то есть это точно было несколько эпизодов активности дальше задачка с которой я фактически начал заниматься вот этой областью это галактика 1255 которая в 2006 году выдала вспышку в темном диапазоне мягком темном диапазоне в течение часа были задетектированы 10 тысяч фотонов то есть это большая статистика это много что позволило построить детальную кривую блеска и что мы получаем у нас светимость во время вспышки была 1047 рк в секунду только в темном диапазоне причем у нас это галактика опять кто помнит какая светимость нашей галактики 44 а здесь 47 в темах подсказываю тысячу раз ярче чем наша галактика опять есть нюанс время переменности 200 секунд скакала в два раза у вас источник менял свою светимость два раза в тысячу раз более ярко чем наша галактика и в темах а теперь давайте посчитаем размер граф радиусу черной дыры вокруг ну то есть вы знаете стандартную картинку для активных ядер галактик черная дыра аккреционный диск крутится вокруг нее если мы берем галактику с массой 10 восьмой массон ой не галактику а черную дыру с массой 10 восьмой массон то у нее граф радиус будет в 10 больше чем в 10 раз больше чем время переменности того что мы видим то есть формально если мы смотрим в гравитационный радиус время переменности вот это отношение здесь оно меньше одной десятой как здесь показано это самое быстрое время переменности во вселенной вот если мы смотрим относительно черной дыры которая рождала какую массу взять какую массу взять хорошо а знаете одиноктонская светимость нет хороший вопрос правильно там точно масса неизвестна но как бы там как раз она болтается в районе 3 на 10 восьмой по разным источникам да да ну вот единтонская светимость здесь это для масс Солнца это 1 на 10 восьмой аэр в секунду здесь у нас светимость получается 10 в 46 один тон то есть здесь она светила в тэвах больше один тон но это последняя проблема которая нас беспокоит так что как говорится хотите веселости давайте дальше я уже об этой галактике говорил это 3C 454 точка 3 расстояние до этой галактики больше 0,9 Z то есть гигапарсеки ну вот и во время вспышки у нее была светимость 2 на 10,50 R в секунду время переменности побольше нескольких часов то есть с точки зрения размер черной дыры время переменности у нее порядок порядка единиц в данном случае ну это тоже неплохо по-моему для примера вы знаете гамма всплески мы об них о них еще будем говорить чуть позже слышали то есть это короткие события у которых длительность порядка какой ну там минута секунды там есть короткие меньше секунды есть длинные порядка 30 секунд характерно структура изрезанность вот в этих вот всплесках порядка одной сотой секунды если вы а там мы знаем массу там нормальные звезды там десятка максимум у черной дыры масс у них динамическое время вот как раз вот rg на c это 10 минус четвертой секунды то есть в этой шкале у них время переменности сотни то есть они тормоза еще те здесь у нас настоящая переменность быстрая если вы посчитаете то что время вот этой вспышки была порядка недели длительность то оказывается что энергия которая была высвечена за это время гораздо больше чем 100 масс солнца когда мы аннигилируем то есть реально чудовищные события происходят далее перейдем к гамма-сплескам я упомяну только два гамма-сплеска которые были недавно обнаружены сейчас известно около 7 штук ну вот но самые дикие я приведу два эти всплески как раз ставят на дыбы всю территорию физику которая у нас сейчас работает то есть вся теория которая работала до этого 20 лет перестала работать почему здесь вы видите три маленьких панельки снизу то есть стандартные кривые блеска то есть время сюда 10 суток там в рентгене в гамма все падает хорошо но но оказалось что вместе с рентгеном вот тютелька в тютельку следует и тевное излучение и оказалось что мы видим это излучение в течение двух с половиной дней ни секунды гамма-сплески светят в тевах в течение суток и соответственно стандартные модели когда говорят там типа рентген у нас полососвечение формируется при помощи синхротронного излучения инверс-кломптон нам стандартно формирует тевное излучение все это полностью идет в помойку при нормальном при стандартной модели ускорения здесь происходит совершенно другое Женя Деревшев предложил хорошую скажем так модель по этому поводу но она очень сильно контрастирует с тем что было и разрабатывается поныне то есть все статьи которые собственно говоря были в которых были опубликованы эти работы они неправильны с точки зрения теории ну и последний по списку но не последний по значению это гамма-всплеск который произошел год назад название ботс самый яркий за все время скромно ну вот у него изотропная светимость 1055 эрк он очень близкий то есть Z у него порядка там 0,15 то есть это реально недалеко и из-за этого мы смогли увидеть жесткой гаммы его увидел Хаса и как он его увидел он опять-таки увидел порядка тысяч несколько тысяч фотонов были зарегистрированы что позволило построить реально классную кривую блеска это кривая блеска в 10-тевном диапазоне мы видим структуру мы видим быстрый рост мы видим 2-3 брейка излома в спектре кривой как говорится хотите узнать детектирование там 250 сигма все хорошо опять-таки как говорится теории нормальные не работают есть над чем подумать и вот что у нас происходит астрофизика сверхвысоких энергий она еще молодая и развивающаяся наука и вот картинка мы фактически видим как на наших глазах уровень детективности снижается и снижается он сейчас здесь но как говорится через пару лет будет уже здесь мы увидим новые источники и у нас появляются как айсберги из воды новые 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 класса объектов надеюсь было интересно если есть вопросы задавайте проектов мы и гамма изучения да потом перешли к атмосферу от линии да но все они смогут развиваться и частицами протонами типа отличный вопрос протон это элементарно учиться точно еще стоит вот каждый кварк дает свой ливень то есть они создают такие скажем так ливни лохмотьями а фотончик он создает ливень который аккуратненький кругленький гладенький да и вопрос просто как говорится на тысячу рублей что называется но все равно не дам смысл в том что космических лучей в этом диапазоне в тысячу раз больше чем фотонов то есть у нас постоянно идет бомбежка космическими лучами и вот как раз отделить зерна от плевел как бы это большая проблема и на этом как раз и строится это одна из основных проблем астрофизики то есть почему начали работать с этой области с 60-х годов а запустили нормальные инструменты которые заработали только в 2000-х почему никак не могли история у этой области большая в Крыму установки стояли народ работал ничего не получилось только компьютерные технологии которые позволили моментально фильтровать форму сигнала от протона отличить протон от электрона или от фотона позволило нам сделать прорыв в этой области то есть они выглядят буквально по-разному эти вот кстати электроны от фотона отключить практически нереально но фотоны летят от источника по прямой а электроны как говорится дают просто фон шум и электронов гораздо меньше чем фотонов так еще вопрос есть хуже наоборот пример да здесь чувствительность чем меньше это число тем лучше здесь как раз показаны потоки которые мы все еще можем поймать и опять-таки если вы посмотрите на эти инструменты то чувствительность с точки зрения R на сантиметр квадратный у этих приборов она очень высокая это вот например чтобы получить 10 минус 14 я думаю гамма астрономия рентгеновская астрономия там не против почку отдать это хорошая чувствительность проблема в том и преимущество в том что эти инструменты имеют чудовищно эффективной площади те же самые черенковские телескопы у них эффективная площадь 10 в 5 квадратных метров то есть это вот площадь детектора сравнима с площадью кампуса то есть детектор как территория гаиша со всем лесочком парком и все это работает как бы в один канал почему мы эти редкие фотоны можем регистрировать и получать хорошую статистику те же самые ферми вот эти вот кривульки вот этот вот рост связан с тем что у нас фотонов нету то есть он бы там детектировал ему все хорошо у него идеальная чувствительность у него все хорошо с разрешением он у ферми теоретически там разрешение лучше минут становится фотонов нет они все промакиваются а Черенковский телескоп он работает не сам он смотрит на атмосферу у него детектор это атмосфера а его лопу лопушистость его размеры нужны для того чтобы поймать слабые ливни чтобы работать в более низких энергиях где больше фотонов вот как это работает ничего фактически изголок которые большие они все смотрят в области или как сканировать не было зачем строить 100 300 по 2 месяца они работают стереомоди то есть тут как бы два фактора работает когда вы видите один и тот же широкий атмосферный ливень с двух или трех телескопов одновременно то вы гораздо лучше получаете угловое разрешение и энергетическое разрешение то есть они позволяют делать суперпозицию вот этих вот по форме пятен я как бы картинку не показал здесь потому что это более глубокий анализ по форме пятен позволяется воспроизвести точно направление прихода фотона то есть тут уже разрешение опять угловые минуты становится то есть тот же самый мэджик в начале в 2008 году он был один телескоп 17 метров и добавка второго такого же телескопа рядышком улучшила его показатели по чувствительности там порядка фактор двойка тройка а по разрешению тоже двойка тройка то есть у вас получается так у вас область фактически эти телескопы раскиданы по квадратному километру сотня расстояние между ними порядка 100 метров то есть ливень накрывает 2-3 телескопа у вас получается хорошее пространственное разрешение но при этом так как у вас работает вот это уже большие числа вы можете масштабировать систему и у вас повышается чувствительность количество событий которые вы можете поймать то есть у вас это и больше как бы пятен на небе которые вы смотрите и у вас лучшее разрешение ну грубо говоря да то есть вы шал видите с нескольких разных углов еще вопросы я вас до двух часов будут мучить вопросами обо вопросах так что давайте задавайте неужто все понятно давайте я вам вопрос задам широкий атмосферный лимит вопрос тогда всем спасибо все свободны спасибо 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 спасибо